Всем привет, с вами канал Простые Технологии. Xiaomi готовится в 2020 году обновить свой хит-продаж Redmi 9. Пусть восьмеркой вышла прошлой осенью, но китайцы упрямо продолжают обновлять свои популярные линейки по два раза в год. Информации о времени выхода новинки пока мало, а в самой компании хранят полное молчание. Но высока вероятность, что с девяткой повторится прошлогодняя схема, когда был показан новый на то время бюджетник Redmi 7. Притом смартфон практически сразу попал в продажу. В России им начали вовсю торговать той же весной. Впрочем, в сроки выхода может вмешаться форс-мажор, эпидемия коронавируса. Многие китайские фабрики не работают в полную силу, и смежники Xiaomi могут попросту не успеть запустить серию смартфон. Смартфоны Redmi были и остаются одними из самых дешевых во всей производственной линейке Xiaomi. В девятой генерации инсайдеры обещают ценник на старте продаж от 115 долларов в Китае, или примерно 7200 рублей. Забавно, ведь последняя восьмерка предлагалась от 126 долларов. Для такой щедрости есть своя причина. Дело в том, что в отличие от семерки и восьмерки, в новом Redmi будут использовать процессор от Mediatek. Во всяком случае, на это указывают многочисленные авторитетные инсайдеры. Напомним, что смартфоны 2019 года использовали чипсеты от Qualcomm. Причем семерка располагала более мощным 632-м, а в восьмерке по неизвестной причине произошел даунгрейд до 439-го. Но вернемся к Redmi 9. На место его сердца сейчас есть два кандидата. Это Helio G70 и Mediatek Dimensity 800. Первый фактически является копией P65, представленного в 2019 году. Предположительно, Redmi 9 получит экран большей диагонали, чем модель восьмого поколения. Напомню, Redmi 8 отличается 6,22-дюймовым экраном при разрешении HD+. Неизвестно, каким будет аккумулятор девятки. Скорее всего, в Xiaomi не снизят емкость, что есть восьмерки 5000 мАч или даже увеличат ее. Все дело в том, что, несмотря на все ухищрения инженеров MTK, их процессоры остаются все более прожорливыми, чем аналоги от Qualcomm. Возможно, в девятке появится какая-то быстрая зарядка. Некоторые китайские источники обещают, что Redmi 9 будет выполнен в новом дизайне. Дескать, фронтальная камера будет врезана прямо в экран, как у многих современных флагманов. Звучит сомнительно, все-таки модель очень бюджетная. Заднюю панель обещают выполненную из стекла, что очень нечасто встречается в недорогих смартфонах. Основная камера, если верить все тем же сетевым инсайдерам, будет иметь три датчика изображения. Они будут расположены вертикально в ряд в левом верхнем углу задней панели. Разрешение сенсоров составит 12, 8 и 2 мегапикселя. Фронталка, якобы врезанная в дисплей, будет иметь разрешение 8 мегапикселей. И немного о версиях смартфона. Сливы гласят, что базовая версия смартфона получит 6 гигабайт оперативной и 64 гигабайта флеш-памяти. Старшая версия получит 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт флеш-памяти. Не берусь утверждать, правда это или фантазии инсайдеров, но если Xiaomi откажется от базовой 3.32, то вряд ли кто-нибудь будет по ней скучать. А как вам будущий Redmi 9? Ждете топ за свои деньги? Пишите в комментарии и конечно ставьте лайки, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Пока!